МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основной участок построен 30 километров, что обеспечивает непрерывный въезд автотранспорта без заторов, без пробок. Крупнейшую дорожную стройку завершили в срок. В чем особенность нового участка федеральной трассы Иртыш. Внутри температура всего 4 кельвина. Это минус 268 градусов Цельсия. Почти абсолютный ноль. Меньших температур в условиях планеты Земля добиться невозможно даже теоретически. Первый контракт на разработку деталей для источника фотонов. Зачем нужно создавать условия открытого космоса на Земле? Соседство с утками местным жителям нравится. А вот общий вид территории нет. Например, такой спуск сложно назвать безопасным. Он скользкий. И, например, ребенок может запросто упасть в воду. Огромная стая уток осталась зимовать в мегаполисе. Какая опасность грозит и самим птицам, и тем, кто их кормит? Сегодня в Коченевском районе ввели в эксплуатацию участок автодороги Р-254 «Ртыш». Именно этот объект реконструкции представлен на международном форуме «Транспортная неделя 2020», который проходит в эти дни в Москве. И запускали движение на участке в формате телемоста губернатор Андрей Травников и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишостин. Уважаемый Михаил Владимирович, разрешите открыть движение по объекту? Движение открыть разрешаю. И поздравляю вас, Иван Евгеньевич и всех коллег с этим событием. Спасибо большое. В 2014 году молодой специалист Росавтодора Иван Копцев получает первое задание – подготовить документацию по реконструкции участка автодороги с цементобетонным покрытием. И за шесть лет работы по этой дороге он проходит путь до начальника управления по качеству и технологии. Теперь уже, да, можно сказать, что выдохнули, но тем не менее сейчас остается важный этап – это первый год эксплуатации бетонной дороги. В отличие от асфальта бетона, ее солить нельзя, и особое внимание сейчас нужно уделять именно обработке бесхлоридными материалами, чтобы не вызвалось шелушение на покрытии и так далее. Поэтому не проявились эффекты. На реконструкцию потратили почти 8 миллиардов. Из федерального бюджета преимущество дороги из цементобетона – высокая прочность конструкции и меньший износ покрытия. Здесь увеличение межремонтных сроков. То есть, казалось бы, дорога изначально дороже, но за счет того, что мы ее построили и забыли. Никаких ремонтов, ничего. Вот она 24 года межремонтных сроков. Из-за этого колоссальная экономия для федерального бюджета. Предыдущие два отрезка дороги ввели в строй в 2017 и 2018 годах. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, эти завершающие 13,5 километров с тремя разноуровневыми развязками дают нам возможность почти в два раза повысить пропускную способность одной из самых загруженных трасс региона. Два года назад мы завершали второй этап работ и уже тогда было понятно, насколько велик экономический эффект от этого объекта. Станислав Блинов, Борис Гладких, Новости ОТС. Ученикам девятых классов могут разрешить вернуться к кочному обучению, а новогодние каникулы продлить. Окончательное решение по этим вопросам примут в начале декабря в зависимости от эпидобстановки в регионе, заявил министр образования. Переход на дистант принес свои плоды. Заболеваемость коронавирусом среди школьников и учителей чуть снизилась, но пока под наблюдением специалистов все еще находятся 184 человека. А на больничном с диагнозами ковид и ОРВИ примерно 7% от общего числа преподавателей. Это меньше, чем месяц назад. И добавлю, что смешанный режим обучения дается всем участникам процесса непросто. Много жалоб поступает от родителей. Если по обращениям брать, то за вчерашний день на оперштабах пришло около 80 родительских обращений. Связаны они в основном с тем, что не везде школы начали в первые дни уроки в дистанционном формате. Поэтому там, где необходима помощь, мы создали волонтерский отряд из студентов МГПУ. Они у нас работают по заявкам школ. Мы выезжаем и под ключ делаем и настраиваем. И там, где нужно, педагогам дополнительную информацию даем. Жаркая дискуссия сегодня разгорелась в ЗАГС Собрании региона. Депутаты профильного комитета обсуждали бюджет Новосибирской области на будущий год. И, как заявил спикер ЗАГС Собрания, деньги на строительство 4-го моста не выделят, пока не разберутся с резким повышением тарифа на вывоз мусора. Какая связь между масштабной стройкой и утилизацией отходов? Расскажет Мария Никитина. На строительство мостовой переправы через ОПФ в областном бюджете на будущий год заложен 1 миллиард 63 миллиона рублей. Масштабный объект возводит компания ВИЗ, в которую входит мусорный оператор «Экология Новосибирск». Андрей Шемкиф потребовал, чтобы региональный Минфин разобрался с беспрецедентным повышением стоимости утилизации отходов и пригрозил серьезными санкциями. Мы им одной рукой даем миллиарды, а второй рукой они отбирают наше население. Это что такое? Люди, которые зарабатывают миллиарды на территории нашей области и сочли идти такими путями, не согласовав ни с исполнительной властью, ни с кем. Мы тоже законно поднимем руки, этой строчки не будет. Вот и все. В некоторых регионах страны вывоз мусора подорожал всего на 4%, а в Новосибирской области сразу на 40%. Этого потребовала федеральная антимонопольная служба. В пересчете на человека оплата увеличилась с 59 до 83 рублей. Тарифный департамент уже подал иск в арбитраж об оспаривании распоряжения ФАС. Такая же или подобная ситуация, если помните, была с ГК. Департамент по тарифам эту судебную тяжбу выиграл. Мы живем в правом государстве, слава богу, и эти вопросы будем решать в судебном порядке. Газификация, чистая вода, хорошие дороги. Таковы приоритеты бюджета на 2021 год, обозначенные депутатами. Количество наказов избирателей увеличилось в три раза. Изменилась и их структура. Если структура наказов прошлого созыва, она выглядела дороги, потом вода, потом все остальное, там ремонты, строительство, газификации, всякие другие вещи, то сейчас практически на всей территории области, ну я имею в виду сельскую территорию, равноправно. То есть чистая вода и дороги на встречах с избирателями звучат одинаково. То есть вот потребность населения в обеспечении чистой водой, она стоит острой. Именно поэтому данную статью расходов народные избранники хотят сделать защищенной, чтобы на выделение средств не могли повлиять никакие чрезвычайные обстоятельства. По итогам заседания депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении. Теперь главный финансовый документ региона рассмотрят на сессии ЗАГСобрания. Мария Никитина, Евгений Агеев, Новости ОТС. Институт ядерной физики заключил первый контракт на производство оборудования для сибирского кольцевого источника фотонов. До сих пор крупнейший научный проект Новосибирской области существовал только на бумаге. Деньги выделяли на исследование территории, работу геодезистов, строительное проектирование. И вот, наконец, за дело взялись ученые. Наши корреспонденты разбирались, как именно будут использовать пучки тяжелых частиц. Магниты являются основным элементом любого ускорителя от заряженных частиц, потому что они управляют траекторией электронного пучка. В таком устройстве фотоны бегают между магнитами, и они задают нужный угол полета. В источнике СКИФ будет несколько рабочих станций. Врачам для того, чтобы лечить опухоль мозга, нужны одни параметры, физикам для спектрального анализа другие, для химиков — третьи. Экспериментаторы, которые используют это изучение, ставят задачу, какой именно нужен спектральный состав и какой интенсивности. А мы под эту задачу делаем устройство, которое именно такие свойства и создает. Теперь ученые наконец-то получили федеральные деньги. Первый контракт на разработке стоит 3,5 миллиарда рублей. Но и затраты огромные. Чтобы построить уникальную установку, нужно закупить очень много оборудования у смежников. В основном закупаться мы будем тем, что не имеет смысла делать самим, то, что имеется просто на полке, в продаже имеется у компаний. Например, вакуумное оборудование хорошее, электроника, системы диагностики пучка. Такие вещи, где бессмысленно конкурировать, просто они существуют очень хорошего качества. Для источников фотона в физике разрабатывают специальные ускорители, внутри которых условия почти космические — и вакуум, и температура. Это устройство называется Креостат. По сути, огромный холодильник глубиной больше 4 метров. Именно туда опускают сверхпроводящий магнит, потом заливают жидким гелием и проводят электрический ток. В итоге внутри температура всего 4 кельвина. Это минус 268 градусов Цельсия. Почти абсолютный ноль. Меньших температур в условиях планеты Земля добиться невозможно даже теоретически. Само кольцо, по которому летают фотоны, будут строить одновременно с научными изысканиями. Кольцевой источник должен начать работать уже через 3 года в Наукограде Кольцова. Заявки на его использование поступили от ученых разных стран мира. Сибирь смогут управлять частицами именно так, как нужно для экспериментов. Сергей Толмачев, Александр Ведерников, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Банк России организовал для пожилых людей курсы финансовой грамотности. Обучение проходит онлайн. Присоединиться к проекту могут все желающие. Организаторам приходилось менять программу, состав участников. Но вот сейчас как раз то самое исключение, когда в Новосибирск приехали иностранные исполнители. А чтобы сварить настоящий квас, нужно облачиться в настоящую руссконародную одежду. Говорят, это добавляет в свою пикантную изюмку. Горожане обеспокоены судьбой серых шеек. Дикие утки остались зимовать на одном из водоемов в Дзержинском районе. Местные жители их подкармливают, но уверена, территория, что облюбовали птицы, небезопасная не только для пернатых, но и для людей. Анатолий Петрович график кормления уток не нарушает. Каждый день покупает для них буханку хлеба. Иногда даже кормит с рук. Рассказывает, в этом году пернатых рекордно много. Перед осенью, мне кажется, это 300 штук минимум, а если не больше. Мы здесь 40 лет уже здесь живем. Детки маленькие были. Здесь замерзало. Я с детьми на коньках катался. А потом стало не замерзать. И вот так вот уточки потихонечку прибывают, прибывают. Согласно картам, это река Ельцовка-1. Та ее часть, которая не закована в подземные трубы. Но почему водоем перестал замерзать? Загадка. Местные жители грешат на сброс эстетс. Орнитолог Алексей Яновский признал в местных утках крякв. Часть городской оседлой популяции. Летом они выводят потомство на окраинах. Ну, может быть, здесь где-то, ну, рассредоточено по городу и по окраинам. А зимой собираются на таких вот водоемах, которые не замерзают. Птицы в хорошем состоянии, упитанные, хорошее оперение, с которого скатывается вода. Птицы не перелетные. Заставить их сменить место жительства способны лишь застывшая вода и отсутствие пищи. С последним у крякв явно проблем нет. Люди приходят сюда, как в парк, но наслаждаться природой полноценно не выходит. Соседство с утками местным жителям нравится. А вот общий вид территории нет. Например, такой спуск сложно назвать безопасным. Он скользкий, и, например, ребенок может запросто упасть в воду. Река разлилась всего в нескольких метрах от детской площадки. Никаких ограждений нет. Мостик через водоем беспоручней. Частота воды тоже вызывает вопросы. Жители говорят, на дне много мусора, в том числе и строительного. Мечта людей – разбить здесь полноценную зону отдыха. Посмотреть с этими гаражами. Можно сделать берег. Вот эти все деревья, так называемые, кустарники смешанные, так называют. Все это убрать, сделать ограждение, чтобы люди здесь жили спокойно и чувствовали себя безопасно. Это самое главное. Жители ищут инвесторов. Готовы и сами помочь материально, но перед этим важно выяснить, чья река и прилегающая к ней территория. Если земля муниципальная, они планируют обратиться за помощью к местным депутатам. Екатерина Стывко, Алексей Баженов. Новости ОТС. Банк России организовал бесплатные курсы финансовой грамотности для пенсионеров. Занятия проходят дистанционно. Присоединиться к проекту можно в любое удобное время. Ксения Петренко расскажет подробности. Надежда Владимировна, как только ушла на заслуженный отдых, стала участником клуба «Пенсионеры онлайн». Регулярно повышает компьютерную грамотность, а сейчас решила пройти финансовые курсы. И как идти к этой цели, как, допустим, свои регулировать расходы и откладывать потихоньку на свою цель. Вот, допустим, я бы хотела поехать на следующий год отдыхать на юг, в Крым. И для этого, в общем-то, нас обучили, где можно сделать вот эти расходы. В приложении, допустим, банка личного кабинета, в приложении смартфона. Организатор проекта – Банк России. Видеолекции проводят дистанционно. Один урок длится 45 минут. Эксперты рассказывают, как копить, чтобы деньги не съела инфляция. Во что лучше вкладывать, как правильно выбрать банк, проверить его лицензию и рейтинг. Для семинаров выбрали самые актуальные темы. Слушатели более подробно разберутся с банковскими кредитами, смогут грамотно составить свой личный финансовый план, а также разобраться в различных предложениях банков. Особенно важными, на мой взгляд, будут онлайн-курсы, которые посвящены финансовому мошенничеству. Количество киберпреступлений достаточно велико. Поэтому пожилым людям необходимо знать, как пользоваться банковскими картами, как суметь распознать финансовых мошенников по телефону, а также какие стоит предпринимать меры, чтобы обезопасить как себя, так и своих близких. Участники семинаров в режиме онлайн могут задавать вопросы экспертам. Кроме того, после курсов все получают сертификаты. Присоединиться к проекту можно прямо сейчас. Видеолекции продлятся до середины декабря. Ксения Петренко, Александр Егоров, Новости ОТС. В Новосибирск прилетели скрипачка Клара Джумикан и дирижер Винсент Де Корт, музыканты и участники Транссибирского арт-фестиваля. Гости уже приступили к репетициям с нашим симфоническим оркестром. Это будет концерт, посвященный 75-летию Великой Победы. Рассказывает Алексей Гудинов. Транссибирский арт-фестиваль в этом году из-за ограничений проходит в несколько этапов. Организаторам приходилось менять программу, состав участников. Но вот сейчас как раз то самое исключение, когда в Новосибирск приехали иностранные исполнители. Винсент Де Корт прилетел в Новосибирск из Амстердама. Эту поездку дирижер называет чудом. Очень уж непросто было получить визу, да и результаты теста на ковид пришли в последний момент. В Голландии все настолько строго, что уже в течение нескольких всех этих месяцев у меня не было ни одного концерта. И да, мы заперты дома, конечно, у меня были встречи по Зуму, я занимался со своими студентами, но все-таки общаться непосредственно с оркестром в реальном концертном зале, это вот впервые за долгое время. Хорошую форму музыкантов Новосибирского симфонического дирижер оценил сразу. И на второй день совместной работы маэстро заявил, что с этим коллективом готов выходить к зрителям. Тем более, что в программе хорошо известный музыкантом Шостакович Пятая симфония и скрипичный концерт Бетховена. Да и солистка, одна из самых талантливых скрипачек своего поколения, Клара Джумикан. Действительно, у меня в течение нескольких месяцев не было никаких концертов, не было никакого контакта с живыми музыкантами, с живой музыкой, но мне очень повезло, что буквально перед тем, как приехать сюда в Новосибирск, у меня прошло несколько живых концертов. Очень мало стран сейчас, которые сохранили концертную деятельность непосредственно с публикой в зале. Одна из них — это Испания, и у меня был концерт в Бильбао, именно тот же самый скрипичный концерт Бетховена, после которого я сразу приехала в Новосибирск. Я сыграла его четыре раза подряд, и каждый раз это диалог с оркестром, и каждый раз это получается как-то по-новому, как-то по-другому, как-то иначе, потому что диалог, разговор, разговор, он не может всегда быть одинаковым. Клара Джумикан — кореянка, но родилась в Германии, училась в Америке, играть на скрипке начала в три года, а в шесть девочка-вундеркинд попала на обложки журналов. В программе Транссибирского арт-фестиваля исполнительница дебютировала несколько лет назад. Очередной выход на новосибирскую сцену должен был состояться в марте, но концерт, посвященный юбилею Победы, пришлось перенести на ноябрь. Впрочем, главное, что все участники здоровы и готовы к встрече со зрителями. Алексей Кудинов, Александр Егоров, Новости ОТС. И еще о новостях культуры. Литературный фестиваль «Белое пятно» в этом году пройдет в онлайн-формате. В Новосибирск ждали приезда сразу нескольких известных писателей и поэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, других городов. Но в итоге все встречи перенесли в Zoom и на YouTube. Уже в предстоящие выходные намечены два десятка онлайн-лекций и бесед. Участники фестиваля будут читать стихи, обсуждать литературные журналы и синтез искусств. Вживую решено провести лишь малую часть программы, в частности презентацию выставочного проекта новосибирского автора Игоря Селантнева. Я хотела слова благодарности сказать замечательному звездному составу участников, которые на самом деле все хотели к нам приехать. И если честно, мы вам не засчитываем онлайн-участие. Мы оставляем наше приглашение к вам в 2021 году с тем, чтобы мы встретились здесь, в Новосибирске, и провели реальные встречи и еще раз встречи с нашими сибиряками. В Минсельхозе страны объявили первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания. В Новосибирске представили сразу пять претендентов, среди которых, например, квасовары. Профессия, кстати, подразумевает не только теоретические знания и опыт приготовления напитка, но и эксклюзивный подход к процессу. Рута Келлер убедилась. Душистый, хмельной, а еще сытный – все это говорили про напиток, который пьют уже на протяжении нескольких веков. Квас. Хотя до наших дней дошел самый упрощенный рецепт, находятся и те, кто готовит его по старинке. Антон Емельянов – один из них. Практически не удалось найти, кто бы это делал. Рассказывают какие-то истории, как бабушка запекала в печи сухари, как настаивала хлеб, потом его размачивала. Но бабушек таких тоже не везде удастся встретить. Рецепты из интернета также не давали результатов. И только в монастыре Ростова-Великого нашелся тот самый рецепт квасварения. Началось все с обычной кухни и 40-литровой фляги, которая на долгие годы поселилась в квартире Антона. 10 лет он варил сусло, смешивалось с закваской, добавлял мед и солод. Искал тот самый вкус, о котором писали Гоголь и Пушкин. Конечно, терпение супруги – это, если там не большая часть, то половина всего успеха, который существует. И то, что она была всегда рядом и до сих пор. Для всех процессов приходится чем-то жертвовать привычным комфортом и всем остальным. Рецепт приготовления квасовар не скрывает. Напротив, устраивает мастер-классы, где подробно шаг за шагом раскрывает секреты, «Как сварить сытный напиток». А чтобы сварить настоящий квас, нужно облачиться в настоящую руссконародную одежду. Говорят, это добавляет свою пикантную изюминку. Что мы насыпаем первым? На вкус одежда не влияет, зато настроение поднимает и уносит в те времена, когда квас делали только из чертового ржаного хлеба. Затем стали добавлять солод, изюм, мед. Пили бодрящий напиток просто так и делали из него холодные похлебки. Квас на Руси любили все, независимо от сословия происхождения и возраста. Вот эта сама атмосфера, то, что когда человек на огне, с огнем, это все, он участвует в этой церемонии. Первый вот этот пар, который идет такой хлопок и начинается такое, из-под крышки все это идти. Это, конечно, ну, некоторых людей, даже, казалось бы, таких умудренных и взрослых, это немножко их бодрит, и они, ну, вот это вот испытывают, это вот чувство какой-то вот причастности. Со своим продуктом Антон знакомит на всевозможных выставках. На одной из них нашел единомышленника. Год назад открыли небольшое производство в Краснообске. По запросу тех же наших клиентов, говорят, ребят, ну, хочется вот что-нибудь этакого. И вместе же с ними начинаешь искать. Мы начинаем искать, мы начинаем добавлять и предлагаем пробовать людям. Таким образом, где-то мы ошибаемся, даже ошибаясь, мы находим новый продукт. Сегодня молодые люди участвуют в первом национальном конкурсе региональных брендов. Квасовары верят, что напиток, который готовят в Белоруссии, Сербии, Словакии, Польше и многих других странах, напиток, который на любом языке мира звучит как «Квас победит». Рута Келлер, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Это все новости на сегодня, 18 ноября. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Здравствуйте. Прогноз на 19 ноября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. Влажность 86%. Температура ночью и днем – минус 9,11. В последующие двое суток будет пасмурно. Временами небольшой снег. Температура воздуха в пятницу – минус 8,10. В субботу – минус 7,9. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличного настроения и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok